В Одесской области на границе с Молдовой пограничники задержали двух молодых людей 18 и 19 лет. Одного из них украинские правоохранители разыскивали уже давно. Подозревают молодого человека в совершении теракта. Задержанные пытались незаконно попасть из Молдовы в Украину, минуя пункты пропуска. Свой поступок правонарушители объяснили отсутствием действующих документов для пересечения границы. В столице оперативники задержали автоугонщика, на счету которого более 20 похищенных машин. Мужчина арендовал частные дома в Киевской области, чтобы во дворе прятать украденные машины. Работал злоумышленник на территории столицы и области. При задержании он даже сопротивлялся, отстреливался из травматического оружия, которое, как выяснилось, нашел в украденной машине. Однако убежать ему не удалось. По месту жительства изъяты вещественные доказательства. Кроме этого, нашли и автомобиль, которым он незаконно завладел перед этим в другом районе столицы. Задержанного подозревают в совершении краж более 20 автомобилей. При этом он продавал их как целыми, так и на запчасти. Пограничники Краматорского отряда недалеко от линии разграничения в зоне АТО обнаружили тайник с боеприпасами. Его неизвестные разместили на заброшенной ферме близ села Петровка. Он был прикиданный соломой. В тайнике находились патроны различного калибра, несколько снарядов, противопехотная мина, гранаты, а также 3,5 килограмма алюминиевой пудры для изготовления взрывчатых веществ. В Одессе задержали грабителя. Охотился преступник преимущественно на женщину в возрасте. Сорвав серьгу с очередной жертвы, злоумышленник никак не ожидал, что полицейские поймают его, как говорится, с поличным. На помощь напуганной женщине поспешили копы. В них женщина даже не сначала узнала своих спасителей и продолжала кричать. Он хотел и вторую сорвать, но не получилось. Это вот чуть почувствовал, что или это самое. И начал бежать. Начал бежать, сорвал одну и начал бежать. И телефон потерял. Как выяснилось позже, это не первое ограбление задержанного. В Луганской области СБУ задержало информатора террористов из организации ЛНР. Местный житель систематически собирал данные о размещении военной техники и личного состава украинской армии на территории АТО, а также их маршруты. За мою работу Молот обещал платить мне 500 долларов ежемесячно, но на обещанных денег так я и не получил. Впоследствии задержанный решил завязать с неоплачиваемой работой и с боевиками. Однако ответственности мужчине теперь вряд ли удастся избежать. В Одессе наркодилер в очередной раз превратил свою квартиру на поле для выращивания конопли. Это несмотря на то, что накануне полицейские проводили у него обыск. Мужчина не стал ждать результатов экспертизы и вновь приступил к любимому делу. В квартире он устроил настоящую мини-лабораторию, в которой выращивал семена конопли, которые заказывал через интернет.